всем привет меня зовут александр владимиров школа logic pro help подписывайтесь на наш youtube канал и смотрите полезные видео уроки сегодня мы поговорим о том как вообще создавать треки в ломаном ритме и в прямом ритме и вообще что это такое и так все практически все электронно танцевальные треки можно условно поделить на две большие категории это треки с прямым ритмом или с прямым битом и треки сломанным ритмом сломанным битом какие же стили относятся к прямому ритму к прямому биту как правило это транс house и техно вот пожалуй самые основные жанры музыки к ломаным ритмам относятся рэп трэп хип-хоп future bass drum and bass также конечно же break beat что в переводе так и переводится до ломаный бит и breaks вот пожалуй такое разделение и так значит что у нас вообще представляет собой давайте прямой ритм послушаем небольшую заготовочку это прям чисто заготовочка этот такой урок для начинающих поэтому давайте послушаем нечто подобное вы много раз слышали как ставится бочка в прямом ритме вообще супер элементарно просто она ставится каждую одну четвертую и ставится она ровно ведь это же у нас прямой или такой ровный бит для начала давайте определим что у нас есть сверху в лоджике вот такие вот такое разграничение такое такая линейка есть такие вот цифры значит вот это у нас это один так то есть мы видим что у нас вот с 1 по 2 так это значит со 2 по 3 это 2 так 3 так и так далее то есть вот это у нас обозначает начало какого-то определенного такта это 1 2 3 4 и внутри такта мы можем разделять уже этот самый такт на некоторые доли это у нас будет 1 2 ну это логично да что это половина такта это будет 1 у нас 4 это 1 8 и это 1 16 как правило мы работаем с шестнажками так называемыми то есть с долями 1 16 при создании там not мелодии всего остального но если мы говорим про ритмический рисунок то он ставится каждую одну четвертую то есть вот мы и видим да вот у нас так бочка и расставлена то есть получается что за один такт у нас ударяет 4 бочки и темп трека когда мы ставим 120 то это буквально обозначает то что за одну минуту времени у нас будет 120 таких ударов то есть два удара в секунду раз два три четыре но от приблизительно вот так дальше клэп и почему клэп и потому что как правило в треках с прямым ритмом используются клэп и ключевой вопрос ключевой момент как правило это совершенно не значит что не могут использоваться с нейры с нейры в прямом ритме тоже используется достаточно нередко но чаще всего все таки клэп и и клэп и ставится на каждый второй удар бочки то есть это у нас первая бочка давайте вот прям вот так вот рассчитаемся как в школе на уроках физры мы это делали на 1 2 рассчитайся и значит получается на каждый второй удар бочки под каждый второй удар бочки у нас ставится клэп и звучит это вот так все при этом повторюсь может быть не только клэп но и снэйр либо вместе с клэпом либо только с нейр место клэпа и хай хэ ты как правило они называются open хай хэ ты они идут строго между ударом бочки но прям видно же да прям строго между киком с клэпом все и мы получаем совершенно стандартный классический ритм дальше мы там добавляем bass bass может быть совершенно по-разному сделал но как правило у него есть некий ритмический рисунок и в общем то мы получаем вот такой вот такую вот картину и все вот так вот работает прямой ритм давайте теперь разберем а как работает у нас ритм наоборот ломанный как же он делается доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене здесь ситуация такая что бочка у нас стоит неровно видите она вообще стоит как попало по какому принципу это делать вообще не ясно давайте разбирать здесь я лично начинаю создавать именно ломанные ритмы со снэйра да 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 еще раз напомню что как правило в таких жанрах музыки сломанным ритмом используется именно снэйр как правило и мы его ставим опять же как правило либо прям между ударом между ударом не между ударом а между так там то есть прям посередине так то либо мы ставим вот сюда вот то есть так же как мы там ставили клэп раньше также мы ставим снэйры то есть смотрите давайте чтобы было более наглядно вот у нас один так вот у нас одна четвертая такта и на каждую вторую четверть мы ставим снэр ну надеюсь это понятно да то есть это 1 4-ая так-то на каждую вторую четверть мы ставим снэр это в том случае если мы работаем с темпом в 80 bpm например то есть вот у нас если темп 80 bpm то мы ставим так но нередко бывает что люди кто пишут такие жанры музыки они ставят здесь 160 и конечно же 160 это очень быстро но как делается в этом случае в этом случае ставится этот снейр строго посередине нашего такта вот так вот берем и прям вот посередке ставим всего один единственный снейр на 1 значит такт и мы получаем все то же самое в чем логика логика в том что мы здесь ставили имели низкий темп он был всего 80 и поэтому нам приходилось ставить на одном такте 2 снейра а когда у нас темп очень высокий в два раза выше заметьте здесь мы говорим о кратных темпах то тогда мы ставим только один снейр я думаю это супер понятно и логично и наглядно может возникнуть вопрос а в каких же случаях мы работаем тогда на а темпе там 70 80 90 а когда мы работаем на темпе 150 160 и выше это зависит от вашего так скажем удобства кому как нравится это исключительно дело вкуса и удобства и так мы ставим вот так вот снейр и он по сути у нас представляет собой прямой ритм потому что этот ритм он долбит с ну с определенной до какой-то логической такой повторяемостью а бочку мы ставим как первое правило бочка не ставится на снейр вместе со снейром не играет бочка опять же как правило сейчас достаточно часто можно услышать такие рэп биты хип-хоп биты где бочка иногда и бывает и не иногда ударяет вместе с снейром я не знаю это было сделано специально так или просто из-за того что появилось много битмейкеров битмейкеры по незнанию ставили бочку вместе со снейром и получалось ну типа прикольно и кому-то понравилось так сейчас тоже делают как бы то ни было как правило по классической схеме обычно бочка не звучит вместе со снейром но мы можем всегда это добавить уже немного позже но пока что на первом этапе мы это делать не будем естественно первый удар кика мы ставим в самое начало так то это само собой а дальше творите чё вообще хотите ставьте как удобно лишь бы только бочка не попадала пока что на удар с нейра я расставил вот как-то так и в принципе получилось все дальше мы можем скопировать то что у нас уже есть и видите добавить всего еще один единственный сэмпл вот вот этого сэмпла здесь не было а во второй итерации во второй части во втором такте я это добавил мы можем также как я и говорил поставить например бочку вместе с с нейром но не знаю как по мне это не звучит опять же дело вкуса так бывает так делают но по классической схеме это дурной тон я лично так делаю крайне редко но есть честно почти не делаю и так надеюсь здесь понятно как это все работает то есть нейр у нас имеет прямой ритмический рисунок а бочка уже имеет какой-то некий ломанный ритмический рисунок и как правило но не обязательно бочка со с нейром одновременно не звучат дальше у нас идут хай-хэты хай-хэта мы ставим если мы работаем с вот таким вот темпом 80 bpm мы ставим его ну получается каждую шестнадцатую то есть вот у нас в одном такте 16 таких вот хай-хэтов поэтому лично мне удобнее конечно работать на таком темпе эти по 80 потому что я себя сделал темп 160 мне пришлось бы ставить там в два раза реже но это опять же вопрос удобства то есть кому как нравится и в конце как правило делается опять же вот такая вот протяжка или как это называют пробежка то есть мы можем здесь сделать например ответе здесь мы ставим уже по 32 как это делается вот здесь вот стоит у нас 16 а вот здесь у нас стоят 32 то есть это разделяет еще в два раза быстрее мы ставим их еще чаще у нас получается вот эта характерная такая штука в принципе все вот она основа для как раз такие музыки в стиле там трэп рэп и так далее здесь используется 808 бас как правило опять же как правило я когда делаю 808 я ставлю таким образом вот эти ноты чтобы они совпадали с ударом бочки посмотрите даже очень наглядно видно что вот он совпадает с ударом бочки здесь и здесь но иногда мы можем какие-то ноты сделать дополнительные здесь как правило применяется еще эффект такого глайда легата когда звук гуляет туда-сюда и так далее это опять же основа основ от всего этого можно отталкиваться но в качестве опять же основы я рекомендую делать так дальше вам никто не мешает взять и поставить сюда еще какую-то ноту если вам сильно хочется ну то есть пожалуйста как хотите но за основу лучше брать именно так это будет наиболее как бы правильно и в принципе все единственное если еще рассмотреть отдельно такие жанры как drum and bass например то мы ставим темп 174 или 175 это стандартный ритмический не ритмический рисунок а стандартный темп для этого жанра и дальше мы делаем следующее мы просто берем и ставим бочку вот так естественно здесь пока выбран sample не из библиотек драман бейса но если мы заменим эту бочку на драман бейсовую то мы получим действительно более такой вот именно драман бейсовый рисунок и здесь вопрос именно в подборе сэмплов но чисто ритмически вот именно так ставится у нас в данном случае бочка и snare и мы получаем стандартный такой драман бейсовый рисунок вот и все ну что ж на этом все это были такие основы по прямому и ломаному ритму надеюсь это было полезно если вы уже что-то пишите то вы скорее всего знания освежили потому что повторение как говорится мать учения а на этом все с вами был александр владимиров школа logic pro help пока а